Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу о том, что делать, если Сбербанк отказал в реструктуризации. Неважно, какой это банк, либо же Сбербанк в нашем случае, либо же абсолютно любой другой банк, который находится на территории России, нужно помнить и знать о том, что банк не обязан одобрять всем заемщикам реструктуризацию. Это очень важное правило. Да, конечно же, если у вас сложилась какая-то безвыходная ситуация, у вас есть веская причина, которую вы можете документально подтвердить, то вы можете обратиться только в тот банк, в котором вы и оформляли кредит, и попросить совершить реструктуризацию. Для этого вам необходимо будет написать заявление, в которое вы подробно должны будете указать причину того, почему вам должны одобрить реструктуризацию и приложить документ, в котором будет указана причина, почему именно вы хотите совершить реструктуризацию. Это может быть либо увольнение с работы, либо сокращение, либо же, например, уход в неоплачиваемый отпуск, либо же болезнь, уход в декретный отпуск и так далее. Причин может быть, конечно же, много, но причина должна быть, конечно же, веской. Но стоит помнить о том, что Сбербанк может вам отказать в данной услуге, и вы ничего не сможете сделать. Да, вы можете попытаться, например, через какое-то время, например, через два месяца вновь подать заявку, но чаще всего вторую заявку также отклонят, если отклонили и первую заявку. Причем Сбербанк может вам не сказать причину отказа, потому что он имеет полное право так сделать, потому что Сбербанк, как и любой другой банк, не обязан вам производить реструктуризацию кредита. Что же в этом случае делать? Жаловаться куда-то, подавать какие-то заявления бесполезно, потому что вы проиграете это дело, не сможете ничего доказать, потому что, еще раз повторюсь, Сбербанк не обязан вам одобрять реструктуризацию. Что можно сделать? Можно сделать вот что. Вы можете обратиться в любой другой банк за рефинансированием кредита. Если реструктуризация, можно обращаться только в тот банк, в котором вы оформляли кредит, то рефинансирования нет. Рефинансирование это другая процедура, да, и за ней вы можете обратиться абсолютно в любой другой банк и попытаться совершить именно рефинансирование кредита. Какого-то другого выхода здесь, к сожалению, нет. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала Банковский. Если оно оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!